Его била проститутка, пинала ногами, разбегалась для силы и пинала попеременно то правой, то левой ногой под дых. Он лежал на земле за дощатым киоском летнего кафе, закрывая голову руками и тихонько смеясь, а может и кая от побоев. Кто-то издали крикнул «Маргоша, брось его! Вон милиция!» Она пнула еще разок для утверждения своей победы и, оглядываясь по сторонам, потрусила к выходу из сквера. Что-то было непривычное во всей его фигуре, несоответствующее сцене. Девочка осторожно подошла к пьяному. Он лежал вниз лицом, не шевелясь. Она постояла над ним с минуту, потянула за грязный пиджак на плечах, тяжело перевернула на спину. Пьяный лежал себе и улыбался. Через всю правую скулу шла кровоточащая ссадина, лоб и подбородок в грязи. Взгляд его упирался в небо, как будто высматривал что-то безнадежно и безвозвратно далекое. Этого взгляда она не забудет во всю свою жизнь, и впоследствии он станет смотреть со многих ее холстов на публику, так же отрешенно сквозь прозрачные воды времени, словно уже видал такое, что по самую завязку насытило его любопытство к этому прекрасному миру. Почему она осталась при нем? Он был очень похож на того человека с открытки, с бархатным валаоким взглядом испанского аристократа. Из худалые кисти раскинутых рук с обломанными черными ногтями были так же изумительно вылеплены. Прошло минут десять, он не шевелился. Стал накрапывать дождик. Тогда она придумала, как отвезти его домой. Сергей подложила ему портфель под голову и помчалась к Сергею, изо всех сил, надеясь, что он дома. Тот уже вкалывал на стройке, ухаживал за красивой, крепенькой, усатенькой девушкой по имени Наташа и разъезжал на трофейном, купленном у старика-майора, мотоцикле с коляской. И Серега-таки оказался дома, но после смены уставший, как собака. К тому же он расставлял клеша на выходных брюках, целился ниткой в ушко иголки, мигая покрасневшими от цементной пыли веками. Мышастый, иди нафиг, еще алкашей ты не подбирала. Она умолила, выплакала, немедленно сочинила историю с испанским художником, брошенным изменной женой. Мышастый, что ты мелешь, какой испанской женой? Ты не знаешь, ее зовут Кармен! С детства ей ничего не стоило вертеть Серегой, как хочется, сочинив самые невероятные истории. Сказывалась хламная куча жадно проглоченных книжек, и не было случая, чтобы простодушный друг ей не поверил. Вместе они взвалили пьяного, затолкали в коляску, совершенно бессознательного и бледного, с болтающейся головой, и Верка привычно уже уселась позади Сергея, обхватила его живот. Минут сорок с мучениями волокли они пьяного на четвертый этаж. Он выскальзывал, норовил лечь на ступени, безвольно повисал на руках. Серега пыхтел, грубо подпихивал его коленом и бурчал. Вот охота ж тебе всякую шваль подбирать! Совсем чокнулась! Ну, куда ты его денешь потом? Наконец, втащили в квартиру и свалили на топчан. Пьяный проспал весь вечер, всю ночь и целое утро. Не чувствовал, как Вера мокрой тряпкой обтерла ему лицо и смазала ссадину йодом. Когда проспался, сел на топчане, покачался с закрытыми глазами, наконец открыл их и внимательно огляделся. Косые солнечные квадраты от окна лежали на пестрых половиках, которые мать сшивала из обрезков разных материй. Они были веселыми, шебутными и сотворяли праздник в доме, особенно когда в окна валило солнце. И занавески были ею шиты роскошные, из дешевого ситчика с такими-сякими оборками. На стене напротив висело старинное зеркало в бронзовой раме, которое мать купила когда-то на толкучке. Она вообще была неравнодушна красивым вещам и если уж тратила деньги всегда со страшным скрипом, жаба давила, скручивала пальцы, держащие кошелек, то это были вещи отборные, редкие, великолепного качества. Много лет спустя Вера смотрелась в такое же зеркало, даже узор на золоченной раме был тот же в венецианском палаццо д'Оро, припоминая то давнее, погибшее, неизвестно как попавшее на ташкентскую толкучку, еще и еще раз удивляясь городу, в котором выросло. И ни порт ведь, ни корабли каравеллы причаливали, откуда намывало все те колониальные диковины на азиатский сухой брег. Несколько минут он оглядывал все это, потом спросил самого себя, что за царские чертоги. Девочка молча принесла ему воды в стакане и сказала, дядя, вы тут можете еще немного побыть, но я люблю, чтобы тихо. Он жадно выпил всю воду и спросил, дитя, а водки во дворце не найдется? Нет, ответила она сухо и ушла в кухню. Минут через пять он приплелся туда, необыкновенный изящный человек, небольшого роста, движения мягкие, какое-то расшатанное благородство в походке. А рассолу? Спросил он. Патиссоны. Буркнула она, не оборачиваясь. Решала примеры по алгебре за кухонным столом. В холодильнике. Он бесшумно открыл холодильник. Уже не спрашивая, порылся в ящике кухонной тумбочки, отыскал консервный нож, также ловко, бесшумно открыл банку и схрупал почти все патиссоны. «Жизнь приобретает очертания», проговорил он. «Если вы будете много разговаривать, сказала она, не оборачиваясь. Вы уйдете прямо сейчас». И он умолк и промолчал целое воскресенье. Но сразу же вымылся, побрился материной безопасной бритвой, отчистил свой пиджак. В ванной обнаружил бак с грязным бельем и кусок хозяйственного мыла. Все выстирал, развесил на балконе, а вечером перегладил и выложил в шкафу идеальной стопкой. Вечером же нажарил картошки, и они так же молча поели. Вера читала двадцать лет спустя, тыча вслепую вилкой в кусочки жареного сала на тарелке. «Можно поговорить?» Наконец вежливо спросил гость, когда обе тарелки были им вымыты и вытерты до блеска. Она кивнула, но от книги не оторвалась. «Вы в который раз читаете эту книгу?» «В пятый», — сказала она. «Это хорошо», — отозвался он. «Если три года подряд читать одну и ту же книгу, вырабатывается чувство языка». Она промолчала. «Я тут мельком заглянул в вашу тетрадь, извините», — продолжал он. «Все примеры решены неверно». «Как?» — сполошилась она. «Завтра контрольная. Что же делать?» «Перерешать», — предложил он. «Я Миша Лившиц». «Вера?» «Очень рад. А скажите, Вера, как я попал под этот гостеприимный кров?» «Вы валялись на сквере», — буркнула она. «Увы, это вполне вероятно». «Вас пинала ногами какая-то тетка». «И это возможно, хотя ничего подобного не упомню. И что же?» «Ну и я подобрала вас», — огрызнулась она. «Ей надоел этот его придурочный тон». «Но не на плечах же своих вы меня несли сюда со сквера. На мотоцикле». «Ах, вот как!» Он задумался и решил, видимо, повременить с дальнейшим выяснением обстоятельств. Оставшийся вечер был посвящен алгебре. И у меня с這邊 был состояние